У меня есть маленькое вступление, я поменяла название, потому что у меня сложилось вообще то, про что я хочу говорить. Только вот сегодня уже ближе к утру. Ну, в общем, это то же самое название, только немножко другими словами, потому что официально это называется «либеральный миф и утилизация советского в постсоветском академическом дискурсе». И я не люблю эти обе вещи точно так же, как оба высказывания, которые здесь сейчас красуются. И я просто вот эту фразу про то, что к сексу надо подходить бесстрастно, так начиналась какая-то научная статья в поздние 80-е, когда это слово вообще в академическом журнале стало возможно как-то напечатать. Когда Михаил стал говорить, что вот советскую власть надо без эмоций, но с опорой на ценности, у меня тут же эта фраза всплыла в голове, потому что мы ржали без конца. Просто статья ей открывалась, я уже не помню, чья она была, но это был типа вопросов психологии, какой-то очень такой нормальный психологический, там, академический журнал. Она начиналась сразу, как к сексу надо подходить бесстрастно. Ну, на мой взгляд, это, во-первых, невозможно, во-вторых, глупо. И сейчас пусть он еще здесь повисит. Я хочу сказать сейчас спасибо всем абсолютно, начиная с первого доклада, как Оксана задала тон. И немножко, сейчас хочу сказать, почему я хочу сказать спасибо. Когда мы, на первом симпозиуме у меня был доклад, он был про, ну, тоже, я весь, как бы, все симпозиумы наманеживаю роли критиков, значит, роли критиков-интерпретаторов советского, критику на критику я произвожу. Также я говорила про понятие общего, которое было в таком, ну, достаточно, может быть, уже позднесоветском академическом дискурсе, и как оно перекликается с современными идеями по поводу общего. И я думаю, что это для того, с чего Георгий начал, когда он сказал, что коммунизм — это некоторое насилие и травма. Это, безусловно, насилие и травма, потому что это, ну, не безусловно, конечно, ну, в каком-то смысле для предыдущего представления об индивидуальности — это насилие и травма, потому что если я отдаю в общее без, как это сказать, без out reservation, как пишут англичане, то есть, ну, это даже вот без ничего, да, то есть вот я просто вот отдаю. Если я не в логике такого эквивалентного обмена просто делюсь, то понятное дело, что всякая такая штука, которая касается авторства, там, ну, например, если люди вместе что-то обсуждали и что-то придумали, то потом орать «это я придумал» довольно глупо. А если у вас сидело там восемь человек, то, ну, вот чувствуешь какую-то нюху, что, писать статью типа от восьми имен там или как бы что потом с этим делать, вот с таким как бы делением общего. И в этом смысле я думаю, что приходится отказываться от того, что ты, ну, по какой-то там интеллектуальной привычке считал, может быть, своим. И я как бы заранее отказываюсь от того, что я сейчас скажу, потому что я бы никогда в жизни это, сидя с собой, ну, у меня были, конечно, когда я заявку писала, у меня там были идеи, но это был бы, ну, абсолютно другой доклад, если бы как бы он не начался с того, что говорила Оксана, и потом каждый, вот вы сейчас увидите, из всех, кто выступал, буквально каждый человек. И даже я пришла с готовым, и сегодня с трепетом утром сижу и слушаю, думаю, вот попала я или не попала. И думаю, попал, хорошо. Вот. И я его переназвала с таким несколько... Ну, только не подумайте, что это у меня где-то такой нарцистизм и амбиции разные, но с отсылкой к Канту и к тому, как после него как бы возникли в академическом пространстве некоторые правила дискуссии, которые неловко нарушать. То есть если мы, как бы, если у нас академический дебат, то он должен вестись с некоторых таких позиций, где логика будет чистой. Ну, я как бы к метафоре кошерности некоторой тут прибегла. То есть это то, что я могу употреблять без вреда для, ну, скажем там, для своего ума. И, к сожалению, вот дискуссия о советском, она в очень сильной степени, вот, ну, с логической точки зрения, не кошерная, ну, на мой взгляд. И я хочу попробовать это разными способами показать. И я сейчас вот то, с чего хочу я начать, это... Ну, стандартная такая, скажем, в советской психологии, в советских гуманитарных науках схема деятельности, структура деятельности, как она обсуждалась, это у деятельности, чтобы ее как-то проанализировать, выделяют цель, мотив, средства, способы и результаты. И, как бы, нас в данном случае интересуют средства и способы. И спасибо, это, как бы, я мяч перехватываю у Аллы, которая вчера говорила про то, что с возникновением, как бы, конструктивистской позиции возникает проблема того, как я заполняю пространство между, как бы, некоторой воспринимаемой реальностью и моим, собственно, представлением об этой реальности. И заполняю я его, используя вот эти средства и способы. И, ну, если там тупой пример привести, я всегда всем студентам своим привожу этот тупой пример, если вы копаете, то средством у вас является лопата, но вы можете разными способами эту лопату, там, ну, и лопата может быть тоже разная, но потом можно копать не только лопатой, скажем, можно и ножиком копать или палкой, я не знаю. В этом смысле, если мы критическую деятельность или мыслительную деятельность рассматриваем как деятельность, у нас тоже есть средства, свои лопатки, там, и ножички, и свои способы. И такими средствами являются категории понятия, которыми мы пользуемся, логика, куда можно отнести операции, куда можно отнести разные метафоры, которые стоят за объяснениями. Кроме логических, как бы, разных, причем в разных логиках это можно делать, есть еще разные типа метафоры, там, аллегории и так далее, которые сейчас тоже уже ни для кого не секрет, это все там деконструировано, и академический инструментарий, он этим пополнился, этими средствами, просто важно, отдаю, что ты себе отчет в том, что ты этим пользуешься. Ну и средства, которыми мы, собственно, здесь три дня радостно пользуемся, я хочу сказать, что вот начиная с Оксаны, спасибо огромное за вот то видео, я бы даже, если кого-то не было в первый день, я бы его даже сегодня повторила, потому что это было просто прелестное. То есть два понятия субъекта, я потом это прокомментирую, это как бы категория субъективности, это категория, которая мне очень нравится, степень доверия к советскому, которую Георгий ввел, это категория коммунизма, но не в традиционном смысле, а коммунизма с разрывом, скажем, коммунизма как конфликта, это коммунистическая сознательность, которая от Тимофея пришла, это аффект, который, спасибо огромное, Алла внесла, ну и коллективность, солидарность, она звучала в разных докладах, а личность и государство, государство, кстати, сегодня зазвучало наконец-то, я ждала этого момента, личность, слава Богу, не звучала, но она там в некоторых интерпретациях субъекта все равно имеет место быть. И да, я сейчас, как бы, я вот начну, это я просто в хронологическом порядке, как бы появление категории, чтобы еще раз сказать спасибо, потому что вот этими средствами у меня, как бы, в голове собралась вот эта сборка, как бы, того, что мы здесь делали. И я начну с категории, которую вел Георгий, это степень доверия к советскому. Ну, я не хочу зачитывать цитату, но я могу сказать, что вот эта цитата посвящена, это из чудесной книги, я ее не покажу. Я хочу сразу сказать, что книга на самом деле не очень такая уж прям ужасная, это сборник статей, там статьи есть разные, есть очень даже хорошие, но тут есть предисловие, заключительная часть, и меня совершенно, вот, мне просто до основания потрясла статья, которая здесь в конце, и я потом за этими людьми, я пошла по ссылкам, поискала их другие тексты, посмотрела на тексты людей, на которых они ссылаются, и я поняла, что это, ну, это правда, какое-то дискурсивное поле такое, оно существует в природе, причем в природе, к которой я относилась с относительным доверием. Журнал там «Неприкосновенный запас», новое литературное обозрение, там вещи, в которые там заглядываешь, там читаешь. И это авторы, если вы, вот, как, прониклись, вы прониклись, да, это, я просто, там, у нее есть продолжение, у этой цитаты, вот, я просто забыла, как зовут автора, Галина Беляева и Вадим Михайлов, вот, таких людей. Ну, на мой взгляд, я уже сказала, что я не верю, что можно к сексу относиться бесстрастно, и про советское, там, без эмоций, анализ производить. Возникает вопрос, какого типа эмоций, и вообще, что мы, как бы, во-первых, со своими эмоциями делаем в этом случае, во-вторых, когда мы, как бы, анализируем те эмоции, или те эффекты, которые репрезентированы в том материале, который у нас в анализе. И вчера, вот, спасибо Михаилу, это был, ну, пусть это не письма, там, и не дневники, но, я думаю, что достаточно аутентичный такой материал снизу, и Алла, когда задала вопрос про этот эффект, и вообще, когда вот эти фотографии людей, вот, из 20-х годов, когда она сказала, что она не очень понимает этот эффект, я думаю, да, это, действительно, это важная вещь. И меня потрясла степень совершенно вот полного недоверия к этому аффекту со стороны вот этих аналитиков, причем один из них, я посмотрела сведения об авторах, он вот практически мой ровесник, то есть он вырос, ну, в благие такие советские поздние времена, как Леша Юрчак, то есть там вот как-то это все довольно близко, то есть у него есть опыт собственных переживаний, который не должен бы, по идее, порождать такого отношения. И меня потрясло, конечно, что это оттепель сюда попала уже как-то в поле критики, потому что когда это пишут там про Сталинское, ну, как-то замираешь, хотя я считаю, что там про Сталинское тоже можно писать много разного, ну, ну, хорошо, все-таки там, я могу понять как бы аффект пишущих людей, которые как-то пытаются к этому отнестись осудительно, там, ну, всякое такое. Но теперь это всегда была такая священная корова, как бы там вроде как, ну, ленинские нормы вернулись, там все такое прочее, и вдруг шарах-бабах, значит. Искренность — это имитация по заказу, значит, элит, и, ну, в общем, и другие тоже вот тексты, я их когда стала читать, во-первых, тут виден, конечно, аффект уже самих этих авторов, во-вторых, на мой взгляд, он совершенно паранояльный, то есть вот он абсолютно уже вот за гранью, это не надо тут быть никаким психоаналитиком, чтобы увидеть, что это совершенно какая-то очевидная проекция, и я начинаю как бы... Сейчас я про это договорюсь, делаю отступление. Я начинаю делать скидки на то, что там Путинская Россия, какие-то еще вещи, которые заставляют меня там проецировать свои какие-то вещи, ощущение, что мной манипулируют, может быть, я не знаю, что это может быть, но я смотрю по годам как бы других текстов очень такого схода, то есть это не самая свежая мысль, там не самая путинская еще Россия, когда писалась, и это уже некоторое время продолжается. И, ну, на мой взгляд, это примитивная такая проекция чего-то на как бы материал, который они как антропологи, по идее, вот, ну, должны страстно, не бесстрастно, но достаточно, с моей точки зрения, каширным образом как-то проанализировать, постараясь отстраниться от своих собственных эмоций. Вот, и про что я забыла сказать вначале, я хотела тоже вступление сказать, но уж сейчас скажу. Вот я после Оксаниной презентации, я себе вот два дня чувствовала каким-то водочуком, я сижу, я просто, в три часа ночи я проснулась просто в каком-то холодном поту, и думаю, вот, я всю жизнь там вытравливаю все идентичности из себя, там, по капле, как Чехов Рабай себя выдавливал, и у меня, конечно, никакой дисциплинарной нету. И тут я с ужасом, и, ну, мне нужна какая-то, как бы, чтобы эту критику заявить, какая-то позиция, если не дисциплинарная, то из какого места я это буду говорить. И я думаю, что все-таки мой психологический бэкграунд дает мне какое-то моральное, профессиональное право некоторые выводы делать. Вот, и поскольку я свою диссертацию про логику писала, я тоже думаю, что я как бы вот с позиции такого критического анализа где-то, это, я не хочу впадать в психологизм, но это по типу такой он критикологический, критикодефисологический. И вот дальше у меня мысль пошла таким ходом. Я думаю, что это всегда проблема для историков и антропологов, которые должны как бы бесстрастно отнестись к этому сексу, который у них на руках. И здесь такая дилемма, либо у меня нет эмоций по поводу этого материала, тогда какого черта я этим буду исследованием заниматься. Скорее, как правило, люди этого не делают. Люди занимаются тем, что их реально как бы волнует, и у меня эффект по этому поводу есть. Если у меня его нет, это вообще не исследование, я не знаю что. Но тогда что мне с ним делать? Как мне его как бы отличить от, скажем так, чистый, грубо говоря, аффект от нечистого, и что мне нужно сделать с собственной там рефлексией авторской, чтобы мой аффект не примешался к тем интерпретациям, которые... Я понимаю, что примешается, минимизировать, по крайней мере, как-то это влияние. И я для себя это определила так, что, в принципе, я понимаю, что я не буду свободен от своего собственного аффекта, я могу как-то пытаться за этим следить, во-первых, когда что-то анализируешь, чтобы себя поймать за хвост. А во-вторых, есть масса стандартных процедур, посмотреть, не проецируешь ли ты что-то, особенно когда эмоция сильна, потому что злобность вот этих людей, там я просто еще не все вставила, там цитаты совершенно фантастические есть, типа, несмотря на всю свою риторику, я наизусть запомнила, советская власть никогда... А истинным интересам советской власти или истинной аудитории советской власти всегда были деклассированные, там какие-то люмпины, да, или маргинал, что-то в таком роде. То есть, если ты в академической статье пишешь такие вещи, и я сейчас дальше еще тоже... Ну, для меня это сигнал, то есть, ты на себя посмотри, ты прочекай, у тебя все ли в порядке, как бы, у самого, потому что это немножко не то место, где стоит такие вещи делать. И вот у этих авторов, ну, причем я, как бы, для доклада просто я не хочу отнимать время, но я могу сказать, что это круг авторов. И, в общем, это для всех периодов. Эти просто показательные, потому что это периоды оттепеля, которые, в принципе, в этом отношении меньше трогают. То есть, когда говорят про пропаганду, про промытые мозги и всякие прочие вещи, обычно все-таки говорят больше про 30-е, там, 40-е годы. И я бы вот такие выделила три пойнта, которые для меня этот анализ делают нечистым. Вот во всех этих текстах всегда недоверие производится по отношению к позитивным эмоциям. То есть, вот, как бы, подспудное такое предположение, что вот в советском, при таком строе нельзя было быть счастливым. Это какое-то недокренированное сверху, какое-то навязанное, или от пропаганды, или это какой-то самообман, или это какая-то иллюзия, это какая-то фигня. Зато, если там люди страдали, это почему-то никогда никаких сомнений. То есть, все дневники, записки, письма, там, все, что касается страданий, вызывает совершенно безусловное доверие, цитируется там километрами, и, как бы, не подвергается обычно какой-то критике. И второй такой поинт, это страдание, оно, безусловно, есть источник, который к этому страданию ведет. Это либо система, либо вот государство такая, тоже там фигура умолчания, оно очень мало, редко когда там, либо там публичная сфера, там есть разные эвфемизмы. Обычно это эвфемизмы коллективности, и, как бы, вообще, то есть подозрительность, как правило, вызывает вот этот аффект общности, солидарности и некоторой причастности. Зато, когда эта причастность или коллективность репрессивная, это всегда, как бы, на ура принимается, и всегда заведомо понятно, кто виноват в том, что человек страдает. Ну и вот этот субъект страдания, как бы, он разнообразно тоже описан, там, как такой герой, сякой герой, лишний человек. Надо сказать, что в советском литературоведении большая традиция такого типа интерпретации, и вот эти, мне очень сильно напоминает вот эта тема лишнего человека в русской литературе 19 века. Советский интеллигент, там, типа, периода, там, таких-то годов, и там просто вот, ну, почти одни и те же клише. Вот это общество, оно только теперь не светское, а какое-то там другое, вот оно давит там на этого бедного, а он там страдает и так далее. И тут есть, я к логике, наверное, сейчас дальше подойду, я покажу, что здесь еще есть некоторая логическая там, некошерность в этом смысле, потому что, с одной стороны, тут как бы постулируется вот это страдание бесконечное, с другой стороны, я потом остановлюсь, на самом деле субъекту в субъектности все время отказывается. То есть он, с одной стороны, он индоктринированный, вроде как у него там тогда нету ничего, чем он страдает? Но он все время вот страдает при этом. То есть, как бы, тут такие, ну, очень простые, такие логические неувязки, которые, ну, на мой взгляд, люди просто понебрежности по какой-то, в отличие от вот Канта тщательного, который написал, что надо с этим делать, они никогда просто не дают себе труда про это подумать. И, ну, вот, например, вот про субъекты я просто поговорю отдельно, но вот средства или вот категории, которыми там текст пишется, это не эти авторы, это другая авторка, они на нее ссылаются, и Любовь Аркус, по-моему, она тоже пишет про школьное кино. И вот тут весь этот конфликт, как бы, индивидуальности несчастной, которую, там, терзает общество, ну, наверное, они понимают, что они какую-то метафору используют, да? Но здесь эта метафора, и потом вот этими терминами стая, вожак, вот, Убеляева и Михайлова, которые, которые первые статы, они ими пользуются абсолютно вот как категориями, как терминами. То есть для них стая – это нормальное описание. Ну, причем, если это, может быть, там у Деллёза, да, хорошее слово, то здесь это явно какая-то… Ну, это такая негативная коллективность. И такие вещи, типа, там, вот, распад империи, оно проброшено просто вот… Оно никогда не откуда… Это просто как само собой разумеющаяся какая-то вот… Ну, то есть вот такая вот неаккуратность, она при этом как бы все это встроено в такой… По внешним признакам очень академический текст, там, со ссылками, со всеми делами, там, все как надо. Хочу вернуться к логике. Ну, сейчас. Вот я просто не буду, поскольку это… Ну, что в этом ковыряться, как бы, в этой небрежности, да, или в таком, как бы, не очень чистоплотном использовании категорий, как бы, когда люди за собой не следят. Но, мне кажется, тут интереснее посмотреть вообще логические ходы, из которых это написано, и которые тоже, как бы, не отрефлексированы обычно у этих либеральных критиков. И я хочу сказать, что первое такое, что приходит на ум, это два типа логики, которые описывают но, наверное, буду все-таки на субъекта ссылаться, на того субъекта, которого Оксана показывала, то есть это субъект, либо отделенный от действительности, на которого все время кто-то действует, и я очень люблю эту главу «Две Европы, две современности» в книге «Империя Харта и Негре», где очень хорошо это показано, как много веков действовала эта логика, которая, как бы, субъект объектно выстраивала вот эти отношения, и как с появлением философии Спинозы, ну, там, отчасти лениться, возникает другое понимание субъекта, который не отделен, а который вместе с этой реальностью, как бы, он и есть, собственно говоря, эта реальность. И тогда я по-другому к ней могу относиться, сам себя, как бы, конструировать, переконструировать, и тогда у меня нет, как бы, оснований, ну, у меня тогда другая оптика на эту коллективность, которая на меня, как бы, влияет, потому что я тоже могу, извините, на вас повлиять, ребята, если вы так хотите на меня влиять, ну, и так далее. То есть вот эта вся критика либеральная, она совершенно, вот, в этой, как бы, трансцендентальной, такой, антиницшанской, такой логике, как какого-то, ну, действительно, паранояльная фигура какого-то вот, большого друга, который, ну, что-то такое хочет подействовать. И, то есть это вот в такой традиционной, модерновой, такой вот субъект, объектной логики сделано. Ну, и она, она, как бы, эта логика, она спускается тоже на субъекта, и вот это тоже небрежность. И на первом симпозиуме я критиковала текст как раз Бигбова, который, ну, вместе с Мамардашвили, например, ничтоже сумняшся, вставляет цитаты из Ильенкова, и говорит, вот, что, вот они используют слово личность, ну, они используют оба слова личность, да, но для одного это как бы... Кофе без Мамакады, это было кофе в России. Нет, это вообще два раза. Для одного это кофе, а для другого это вообще не кофе. То есть это вообще другой напиток. То есть один как бы в логике, я Ильенкова имею в виду, он как раз в логике вот этого Петра Виноградова, субъекта, который сам себя строит средствами, которыми я его снабжу, как коллектив, или там как старший, или как кто-то. А у Мамардашвили это некоторая автономная индивидуальность, которая там в среде каким-то образом... Ну, я не большой противник Мамардашвили, но в смысле просто, вот он как-то под руку попался. Вот. И в этом смысле вся вот эта критика, она безусловно базируется на таком понимании, достаточно традиционном, в таком европейском понимании такого субъекта, этого страдающего, и как бы вся западная уже там современная критика и философия, которая показывает, откуда этот субъект берется, и что там вот эти все техники, манипуляции, микрополитики и прочих вещей, которые строят того субъекта как бы в либеральной действительности, они гораздо на самом деле, ну, на мой взгляд, страшнее и ужаснее, потому что они не явлены как агрессивная атака на меня, с которой я могу вообще иметь дело, я могу к ней отнестись, я могу как бы выбрать стратегию, что мне с этим делать, я могу выбирать средства, ее как бы апроприировать, другое дело, когда мне без выбора подсовывают, как бы и у Фуко это прекрасно написано, когда я мыслю себя неким субъектом, им вообще не являясь, и просто страдаю. И этот тип страдания, кстати, который они культивируют, как такой исключительно советский, это нормальное человеческое страдание, это совершенно как бы экзистенциальная вещь, ну, я не знаю, там, культура против природы, ну, это просто, это такая банальность дурацкая, причем тут советская власть, почему этот тип конфликта любым каким-то боком связан с советским, я могу его вообще вырвать, вот эту интерпретацию из вот этого объяснения, которое приукрашено тоже терминологически разными там вещами, типа это было какое-то героическое общество, эпическое, там разное всякое общество, и поэтому это страдание какое-то уникальное, вот то, как вы его описываете, ничего уникального в нем нет, такое вот страдание, вот, ну, и я уже не буду останавливаться на разных этих небрежностях, и, собственно говоря, у меня нет слайда, правда, жалко, где-то что-то, а, нет, наверное, есть, в итоге я поняла, что из вот этих всех докладов и большое счастье, что все периоды советского, как бы, в разной степени были представлены, и вот сегодня уже, когда вот этот перископ через оттепель, он просто, вот, это было просто фантастика, когда с 20-х, ой, ну, со сталинизма прыжок в это самое, в 70-е, я подумала, вот в этот момент я подумала, что вот я попала, потому что мне показалось, что во всех этих наших разговорах появился такой референтный поинт, по которому можно, ну, грубо говоря, чистый эффект отличить от нечистого, и это старая тоже идея штаба, которая мне очень нравится, и тоже без штаба, как бы, я бы, ну, никогда это тоже, там, эту мысль не апроприировала, это идея отчуждения, и того, что, ну, проблема на самом деле советского, в том числе и позднесоветского, это вот этот тип отчуждения, который на риторическом уровне как раз объявлялся как неправильный, и, как бы, ну, на мой взгляд, аутентичность тех аффектов, которые есть на фотографиях, вот, которые Алла показывала, или в тех текстах, которые были про ярославских колхозников и рабочих, как раз это периоды, когда вот эта риторика на какой-то короткий момент совпадала с некоторым, с некоторой возможностью участвовать неотчужденным образом в том, что говорилось, то есть говорили, строим коммунизм, и мы строили коммунизм, мы не голосовали там, то есть мы действительно там хотели эти надои увеличивать, и совершенно искренне там, или пролеткульт строить, или там еще какие-то вещи делать, и этот аффект, он хорош, и в этом смысле там не важна эта пирамида Маслоу, и там не важно, как бы, как люди жили, бедно, там, не бедно, он совершенно, как бы, в этом есть некоторая подлинность, и я думаю, что, ну, по крайней мере, та аудитория, которая здесь сидит, тот аффект, который нам, нас заставляет, собственно говоря, этой темой заниматься, это поиск вот этого чувства, это поиск вот такого типа приобщения, такого типа общения, сообщения, и, как бы, соучастия в реальности. А как только возникал вот этот второй тип, как бы субъектно-объектного, как только вот эта логика имманентного моего участия прерывалась в пользу слишком насильственной логики, вот такой трансцендентной, когда государство превращалось во внешне, как бы, моё строительство коммунизма, во внешнёмный такой вот государственный аппарат, который мне что-то такое говорит, делает, или даже репрессирует, или ещё что-то, вот это, как бы, вот тут возникает этот момент страдания, который, и, на мой взгляд, он не проанализирован вообще никак, потому что вот это страдание уникально для советского человека. Это не универсальное страдание, как бы, экзистенциальное такое, субъекта, которого там культура или нормативность заставляет там какие-то желания куда-то, что-то. А это действительно уникальное страдание человека, который имел возможность или думал, что имел. Но я думаю, что вот на этом временном отрезке практически каждое поколение советских людей имело возможность попасть хотя бы каким-то краем в это ощущение того, что ты делаешь что-то настоящее, что ты участвуешь, да, ты строишь коммунизм там, как-то. Пусть, как нам говорили, ваша задача, ваша задача хорошо учиться в школе, вы так строите коммунизм. Ну хорошо, пусть. Даже это как бы мне позволяло немножко по-другому учиться в школе. И страдание, как бы, выбрасывание меня из этого обещанного, кстати, про обещание, обещанного мне типа существования и обман вот здесь это действительно совершенно уникальная эмоция. И в этом смысле приписывать этим людям какой-то диссидентский, протестный, ну это так банально, это так тупо, это так неинтересно, это не, это не было, это, ну мне кажется, это вот опять-таки к вопросу о средствах, которые мы включаем в этом пространстве между, то есть аппарат настолько как-то примитивизирован, категории настолько бедные и странные, это всё так не тонко, и какая-то оптика вся расстроенная, ненастроенная, и мне кажется, что вот я очень благодарна вообще вот всему сообществу, которое здесь три дня собиралось, потому что, ну для меня очень многие вещи прояснились, и я вот последнее, я вот две минуты лишнего времени возьму, к Тимофею про эту, про коммунистическую сознательность, вот про сознательность, вот эта сознательность очень хорошая такая вещь, то есть это часть такого имманентного субъекта, который сам себя как бы мыслит как субъекта, сам себя строит и так далее, но вот Тимофей сказал очень хорошую вещь, что вот там, а у партийных, вот рабочий он сознательный, он там участвует в строительстве, вот он сознательный участвует, а партийный он ещё должен осознавать, значит, что вот рабочий, он за ним тоже там что-то присматривает, и как бы вот это на самом деле, мне кажется, вот эта логика партийного авангардизма, которая всё время удваивает вот эту рефлексивную, скажем, как в подзорной трубе, там надо много линз, и это превращается в дурную совершенно бесконечность, с какого мне уже этажа рефлексии смотреть на тот аффект, который у меня должен получиться, собственно, из этого вот это отчуждение возникает, то есть если я просто участвую, и в этом смысле, ну пусть это сейчас уже как бы там не очень модно, но я считаю, что у ЖЖК есть одна прекрасная книга, ну не одна, наверное, но одна из лучших, возвышенный объект идеологии, где он за вот это вот критикует Канта, то есть и как бы, где он объясняет, почему где лучше Канта, потому что вот эти слои, как бы вот этой рефлексии и дополнительной сознательности, они не нужны, они как бы перекрывают путь к этому аффекту, они его замутняют, и как бы вот эта критика, которая тебе дает якобы чистую какую-то картину, она на самом деле у тебя ее отнимает, вот, и я такое коммунистическое обещание придумала в конце, давай многослойную рефлексию, даешь аффект простой, чистый. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.